Светлана Васильевна Жарникова С нами на связи Сергей Альбертович Саль Здравия! Здравствуйте, Алексей! И мы начинаем нашу беседу, посвященную памяти Светланы Васильевны Жарниковой Сергей Альбертович, как на Ваш взгляд можно охарактеризовать творчество Светланы Васильевны? Что это был такой за феномен в нашем современном мире и в славянском мире? И какими трудами, какими работами отметился этот человек на Ваш взгляд? Ну, с работами Светланы Васильевны Жарникова я знаком достаточно давно, ну, как минимум лет 15 Они стали появляться на сайте Международного клуба ученых Но потом я уже стал знакомиться с ее более серьезными произведениями, то есть книгами И, конечно, Светлана Васильевна сделала очень много вот за эти 15-20 лет, когда она стала заниматься запретной темой древнерусской цивилизации И ее жизнь, во всяком случае, последние 15-20 лет можно назвать научным подвигом Потому что она пошла против академической науки Потому что тема вообще русской цивилизации является запретной в современной академической науке Более того, даже не в академической науке, а даже и, к сожалению, в русском географическом обществе Несмотря на название русское географическое общество, эта тема также не приветствуется И, несмотря на это, Светлана Васильевна успела за это время сделать очень много И то, что она сделала, я еще раз могу назвать это научным подвигом А как вы думаете, то, что она начала делать, это был просто интерес как ученого? Или здесь вместе сложились векторы и ученого человека, и патриота России, и просто здравомыслящего человека Который не мог молчать о том, что ей попалось на глаза И не говорить о том, что она узнала и разобралась в чем-то Да, я думаю, тут все сработали все вместе третьих факторов Вообще говоря, даже человек, не задумываясь о каких-то патриотических чувствах Когда начинает знакомиться с фактами, с фактами древней цивилизации То он соприкасается с такими вещами, о которых, вообще говоря, трудно говорить в научном мире И поэтому вот именно тяга к знаниям, тяга к справедливости, тяга к правде И вызывает такие чувства Человек начинает писать то, о чем он раньше не мог писать Он начинает говорить то, что раньше боялся говорить Потому что у него возникает, во-первых, чувство того, что современная история вся перековеркана Вся переписана Слово «русский» из нее почти изъято А ведь вы знаете, что в программах глобализаторов записано не только уничтожение слова «Россия», но и уничтожение даже слова «русский» То есть в их программе уничтожение российской государственности и создание на базе России сразу нескольких государств, подчиненных глобальной финансовой мафии Так что пойти против традиционного академического взгляда на древнюю историю – это большая смелость Потому что такой ученый сразу вычеркивается из академического мира И я думаю, все эти три фактора – и тяга к справедливости, и патриотизм Вообще интерес к своей древней истории Все это и создало феномен Светланы Васильевны Жарниковой как выдающегося исследователя Но ведь все-таки вы тоже человек открытый во многих своих выступлениях Говорите такие вещи, о которых даже наши соотечественники, наверное, не сразу верят И я представляю, насколько иногда это тяжело говорить Тем более тяжело говорить женщине Ну понятно, мужчины – это все-таки войны, а здесь женщина И вот в голове у многих не укладывается Ну как женщина пошла против этой системы Которая мужчинам запрещала рты развивать на эту тему А она диссертацию сумела защитить Она не сломилась, она продолжала говорить правду Несмотря на то, что ей в ее адрес, скажем так, поступали Ну, может быть, не угрозы, но такие намеки о том Светлана, ты там как-то успокойся, ты очень далеко полезла Ну, знаете, насчет женщин я скажу следующее Я удивляюсь мужеству наших многих женщин Потому что если взять таких женщин, как Татьяна Васильевна Грачева, например Которая была завкафедрой в нашей военной академии И многих других женщин, которые занимаются, скажем, проблемами ГМО Проблемами геноцида русского народа Проблемами вакцинации и так далее То есть я могу назвать целый ряд блестящих и смелых женщин Которые говорят то, что боятся говорить мужчины Так что я не считаю, Татьяну, не считаю Жарникову каким-то изрядовым выходящим феноменом Нет, это только свидетельствует о том, что наши женщины, к сожалению или к счастью, гораздо смелее наших мужчин Я вот так думаю В одной из бесед у нас промелькнула с одним из ведущих такая тема, что Светлану Васильевну можно в чем-то сравнить с известным нашим русским ученым с Михаилом Ломоносовым Потому что он в свое время очень активно сражался за справедливость, за нашу древность И Светлану Васильевну также пришлось сражаться за нашу древность И тот был в тюрьме И смертный приговор удалось его друзьям, конечно, в итоге отвезти И здесь тоже наезды были, но мы видим, что закончилось все очень печально Знаете, ведь Ломоносова травили, травили и немцы, голландцы, которые заседали в нашей Академии наук И судьба Ломоносова в этом смысле действительно очень похожа на судьбу Жарникова В конце концов, вы знаете, что Ломоносова травили Он ушел в жизни совсем молодым, мог бы сделать столько, сколько не мог сделать никакой другой ученый На Руси Светлана Васильевна тоже подвергалась травле И действительно это сказалось на ее здоровье И она, конечно, преждевременно ушла из жизни И могла бы сделать еще очень много для России Вот, к сожалению, в этом смысле, конечно, судьбы похожи Но действительно были смелые, честные люди, которые служили науке, были преданы науке И никакие конъюнктурные соображения их не устраивали Действительно говорили то, что думают Так же, как и Ломоносов написал книги про историю государства российского Так же и Светлана Васильевна говорила вещи, которые не приняты в академической науке И, к сожалению, эти вещи не будут приняты в ближайшие годы Потому что состав Академии наук у нас, ну, в общем-то, не менее русофобский, чем во времена Ломоносова То есть уже не первым интервью я вижу указания на то, что Светлане Васильевне кто-то помог уйти из жизни Это как-то слишком рано она нас покинула Ну да, конечно, это очень часто так случается, когда человек подвергается травле, это сказывается на его здоровье Ну, это, в общем, таких примеров очень много Вы, как ученый, наверное, испытывали на себе такой момент, когда вдруг кто-то из ваших коллег начинает говорить что-то И вы говорите, елки-палки, а ведь вот я об этом думал, а вот не сумел сформулировать, а вот он сформулировал Это является новым толчком для открытия каких-то кладезей древности Вот такие моменты случались, когда вы встречались с трудами Светланы Васильевны и говорили А вот тут я, пожалуй, еще поглубже копану, вот тут я еще, пожалуй, посмотрю, изучу И получалось такое, что вот, ну, открытие, не открытие, но на свет появлялось что-то новое Ну, знаете, ведь каждый исследователь, он со своих позиций рассматривает любую тему Поэтому вот те вещи, которые писала Светлана Васильевна, действительно, они были для меня своего рода открытием Ну, а теперь, когда я рассматриваю уже все эти артефакты, все эти исторические исследования Несколько с другой стороны, у меня открываются новые вещи Это естественно, у каждого исследователя открываются новые стороны явлений Вот если вы посмотрите, скажем, на исследование Валерия Алексеевича Чудинова По работам Светланы Васильевны Жарниковой То обнаружите там совершенно новые факты Совершенно неожиданные повороты, которые были, ну, я бы так сказал Еще несколько лет назад просто немыслимыми Там совершенно новые открытия, потому что Чудинов расшифровывает вот на тех вещах, которые следовало Жарникова Надписи, что раньше никогда не делали Это позволяет и глубже понять нашу историю И, что очень важно, датировку событий производить более правильно Потому что сейчас датировка событий у нас совершенно неправильная История русского народа у нас ограничивается практически одним тысячелетием А римляне, там, вавилоняне, египтяне и другие народы считаются гораздо более древними Значит, на самом деле, конечно, все обстоит с точностью до наоборот И вавилонская, и римская цивилизация, и древний Египет Являются продолжением древнерусской цивилизации Это просто отколовшиеся части древнерусского государства Или древнерусской державы, которая занимала практически всю Евразию Ну, а чтобы более правильно понимать историю, конечно, требуется переосмысление всех исторических фактов И проведение новой датировки Такую действительно титаническую работу начали Фоменко с Носовским Но сейчас эта работа продолжается И уже другие исследователи, уже совершенно с других позиций, с других сторон Подходят к проблеме датировки Это очень важно для восстановления правильной истории русской цивилизации Сергей Лебертович, а что произойдет в России со всем славянским миром и вообще со всем миром В том случае, если русские люди, живущие на территории Российской Федерации и за рубежом Включая все братские наши республики и страны Осознают свою древность Когда эта информация, о которой говорят великие ученые, в том числе о которой говорил Светлана Васильевна Жарникова Она станет доступна и станет не просто доступна, а естественна для нашего восприятия Когда каждый будет это воспринимать не как какую-то версию, а как данность нашей древности Что тогда произойдет с миром? Ну, я бы очень хотел этого, но, к сожалению, средства массовой информации находятся в руках врагов русской цивилизации Поэтому это только мечты Но, тем не менее, я все же надеюсь, что сознание русского народа проснется со временем И хотя бы, скажем, на части территории России у нас еще сохранится русское государство Ну, а сейчас, к сожалению, события идут таким образом, что запущен процесс распада России Механизм точно тот же самый, который был при распаде Советского Союза Все повторяется Вы знаете, был Гарвардский проект, сейчас Хьюстонский проект реализуется Все это было давно написано И все эти проекты, ну, несмотря на задержки, они идут и продолжаются И наши враги делают эти проекты последовательно и вполне успешно Так что, к сожалению, просыпание русского народа происходит очень медленно Но я все же надеюсь, что оно произойдет И до конца нашим врагам не удастся расчленить Россию Все-таки, если вот наши сограждане, наши собратья осознают эту древность Что тогда будет изменяться в мире? Давайте так вот немножко научно пофантазируем Какие новшества проявятся в мире? Как будет жить общество? Ну, тут очень много сразу вопросов появляется Во-первых, если мы обратимся даже к тысячелетней истории Руси То мы обнаружим, что еще тысячу лет назад Жизнь была совершенно другой на Руси Были совершенно другие знания, другие технологии Другая организация общества Русская цивилизация жила без войн Жила без рабовладения Вот то, что было внесено в рабовладение Это вследствие распространения в разных районах земли сатанизма Я об этом уже давно говорил Сатанизм – это единственная причина Ее можно назвать самой главной, но действительно это единственная причина Вот той борьбы с древнерусской историей, которая сейчас ведется везде Потому что мир, к сожалению, находится под контролем сатанистов В том числе и, к сожалению, в современной России Поэтому вот эту борьбу с историей Древней Руси Можно объяснить только тем, что современная наука Находится под контролем вот этих самых людей Которые исповедуют религию Которые можно отнести к сатанизму И этим же можно объяснить патологическую ненависть Этих людей вообще ко всему русскому Даже к слову русский Я вот скажу так Несколько лет назад я прочитал несколько лекций В русском географическом обществе В общем, говорил вещи достаточно страшные Но это правда И, в общем, никаких нареканий Никаких особых замечаний, сопротивлений я не замечал То есть, ну, кто верил, кто не верил Некоторые люди после того, как начинали знакомиться с этой информацией Понимали, что это, в общем-то, правда Но стоило мне произнести слово русская цивилизация Совершенно безобидной лекции о русской цивилизации Безобидной по сравнению с теми, которые я читал до этого Как сразу же все эти лекции были прекращены То есть, на них был наложен запрет Вот это творится, к сожалению, в русском географическом обществе Там есть люди, которые контролируют ситуацию И не дают исследовать русскую цивилизацию Но если все-таки пофантазировать и подумать, что нам удастся довести до сознания широких масс Великую историю нашего народа То на Земле буквально все переменится Потому что станет понятно, что можно жить по законам прошлого Можно жить, используя опыт древних цивилизаций Когда люди достигли гигантских успехов Надо понимать, что цивилизации Древние цивилизации достигли гигантских высот Которые нам не снятся Об этом говорят памятники Скажем, ведь весь шельф Ледовитого океана застроен Это говорит о том, что эти цивилизации были очень многочисленными На Земле жили миллиарды людей в то время И как это не звучит удивительным для многих ученых Они пользовались техническими средствами В том числе летательными средствами, такими как виманы И вся Земля, по сути, была единым целым Эти русские надписи читаются на всех континентах А летательные аппараты, типа Виман или Вадьмар Они работали еще тысячелетия назад А полторы тысячи лет назад действительно была глобальная война Которая описана в Махабхарате И она привела к уничтожению почти всей человеческой цивилизации Но вот за каких-то 5-6 веков удалось ее воссоздать И пик этой цивилизации приходится на времена Рюрика Но об этом в истории не пишут Ведь у нас вся история переписана И о том, что это была единая цивилизация Рюрика Никто и не скажет Ведь у нас самой древней цивилизацией считается Шумер На самом деле и шумерская, и египетская цивилизация Возникли не ранее полутора тысяч лет назад Это говорят данные по хронологии И в частности исследования Фоменко и Носовского Как бы к ним люди не относились Но надо понимать, что они провели гигантский объем работы И доказательства там более чем исчерпывающие Ну а теперь Валерий Алексеевич Чудинов проводит уже по надписям Расшифровки более точные Более точные расшифровки по годам Что когда произошло И вот рассвет древнерусской цивилизации уже новый Который произошел после Махабхары То он приходится где-то на тысячелетия назад Но в то время уже произошли страшные события Власть постепенно и на Ближнем Востоке И в Европе стала переходить в руки сатанистов Которые прокладывали дорогу к власти Убийствами, переворотами Подменой руководителей и так далее То есть целый список вот таких методик С помощью которых они пришли к власти Ну и самое страшное, что произошло в Европе Это деятельность амплиеров Которые стали контролировать почти всю финансовую деятельность В Европе И если бы не Христос То вот вся бы эта деятельность сатанистов Привела бы к захвату мира еще Скажем 5-6 веков тому назад Но христианство позволило Продлить существование человеческой цивилизации И как бы кто ни относился к христианству Но надо понимать, что христианство на самом деле В том виде, что проповедовал Иисус Это и ведические знания Даже их нельзя назвать религией Но враги человеческой цивилизации Полностью переписали историю Удлинили ее Удлинили историю Ближнего Востока и Египта И перенесли библейские события на Ближний Восток И полностью переписали историю И подмяли под себя все религии Создали мусульманство И тоже его подмяли под себя Разделили совершенно Разделили христианскую церковь Известные методы работы Да И вот видите К чему-то в итоге привело Привело к жертвам Которые исчисляются сотнями миллионов К уничтожению целых стран и народов Но, в общем, последний этап Который ими заявлен И который они сейчас проводят Это уничтожение России И уничтожение русского народа Россия является последним оплотом Где хранятся знания Где хранится генетика Позволяющая этими знаниями управляться Я не принадлежаю достоинства других народов Поскольку, если эти народы Любые народы есть на земле Они для чего-то здесь нужны Ни в коем случае не хочу С кем-то по конфронтации выходить Но для каждого народа Есть свои заповеди Есть свои учения В том числе и для русского Есть свои заповеди и учения У нас ведическая основа И чтобы не смяли нас окончательно Чтобы мы воспрянули И смогли подняться с колен И подняли Россию И чтобы за этот локомотив Хватились другие народы И были спасены Необходимо, чтобы русский народ И братские народы России Тоже духом и мозгами воспряли И в связи с этим мой вопрос На ваш взгляд Что может являться Таким локомотивчиком Для мозга человека Спящего сегодня Чтобы он проснулся И начал интересоваться своей историей Чтобы он стал осознавать Что не все так просто Как ему об этом рассказывают Голубые экраны Голубые теперь уже И в прямом и переносном смысле Этого слова С чего начать? Что дать человеку На ваш взгляд Послушать, посмотреть Где бы была Вот та самая отправная точка От которой бы он мог оттолкнуться? Знаете, переворот сознания Многих исследователей За последние годы Произошел благодаря интернету Если бы не интернет И не было бы никакого интереса К визитизму и древнерусской истории Которая сейчас наблюдается Еще раз скажу Что Академия наук Не позволяет выпускать литературу По этому вопросу И только благодаря интернету Мы распространяем эти знания Так что интернет Несмотря на то Что он был создан В интересах глобализации Вообще говоря В интересах врагов человечества Вот в данном вопросе Он работает против глобализаторов Против современных рабовладельцев И в общем Я думаю, что Несмотря на все Действия По контролю информации И ее замалчиванию Все же информация Поступает Широким Кругам исследователей Широким кругам россиян И поэтому Я думаю, что Несмотря на то Что Нас будут Уничтожать Мы все же Встанем Распряемся И хотя бы в какой-то Малой части России Сохраним Русскую цивилизацию Ну а как будет дальше Сейчас трудно сказать Потому что Если Руководствоваться Так сказать Эскатологическими Мучениями То И Книгами пророков И Так сказать Пророчествами наших Старцев То Русская цивилизация В последнее время Воспрянет Придет русский царь Но В конце концов К сожалению Это закончится Кончиной мира Вот сейчас Конечно Трудно Сказать И Трудно Так сказать Прогнозировать То Что Будет Сейчас В общем Ситуация Развивается По плохому Сценарию В общем Все эти сценарии Записаны Взять Тот же план Альберта Пайка Трех мировых войн Он сейчас Выполняется То что Происходит На Ближнем Востоке В частности Все Это вписывается В этот сценарий Трудно Сказать Чем это все Закончится Потому что Ну Сами Руководители Сами Глобализаторы Конечно Понимают Что все это Закончится Плохо Для всех В том числе И для них И как-то Попытаются Выправить Ситуацию Но к сожалению Среди этих людей Много действительно Фанатиков Религиозных Фанатиков Вообще говоря Сумасшедших людей Которых даже Не останавливает Инстинкт Самосохранения Но тем не менее Я думаю Что Инстинкт Самосохранения Сработает У русского народа Да и не только У русского народа У тех же Ну я К русским народам Естественно Отношу И русских И белорусов Но и у других Славян И у немцев И англичан Потому что Вообще говоря Все европейские народы Они произошли От русского народа Все языки Произошли от русского Что бы ни говорили Но сейчас Это уже В общем доказано Многими исследователями Поэтому если И русский народ И другие европейские народы Узнают свою историю Узнают О происхождении Своего языка То естественно Что они Станут объединяться И появится Шанс на Выход Из той трагической Ситуации Которую мы сейчас имеем У нас есть такая традиция На мой взгляд Хорошая Когда говорящий Желает тем Кто его слушает Что-либо Доброе и светлое Поскольку наша передача Посвящена памяти Светланы Васильевны Жарниковой То я предлагаю Разделить это послание На два Первое Нашим радиослушателям Что-то доброе пожелать Какое-то дать Напутствие Наставление И естественно Обратиться К душе Светланы Васильевны Ей что-то доброе сказать Ну какое напутствие Могу сказать Слушателям Главное напутствие Ничего не бояться Потому что надо понимать Какая на нас Сейчас лежит ответственность Какая ответственность Лежит на русском народе Это вообще говоря Задача сохранения Всей человеческой цивилизации Поэтому ничего не бояться И говорить правду Бояться уже сейчас нечего Потому что Нас приговорили к уничтожению Надо это понимать Вот Что сказать О Светлане Васильевне Жарниковой То Я думаю Что Мы должны приложить Все усилия Для Продолжения Вот тех исследований Которые начала Светлана Васильевна И это Будет Памятью Этой выдающейся Исследовательницы А если мы продолжим Эти исследования То естественно Что и Широким массам Откроются Новые Факты Из Древней русской истории И совершенно Новое И правильное Понимание Того Что Происходило Тысячелетия назад Благодарю за теплые слова И в заключение От себя Я хочу сказать Что Как говорил Наш величайший Полководец Суворов Врагов не считают Их бьют Наступит время Когда Россия воспрянет Ото сна Поднимется с колен И тогда Вот эти Сатанисты Глобализаторы Очень пожалеют О своих деяниях Это обязательно будет Иначе Как правильно Сказали Нас приговорили А приговоренному Нечего терять Кроме своей смерти Так Вот Поступим Так как поступали Наши пращуры Необходимо осознать Кто мы Кто Такие русичи Что такое Россия Что такое Русь Какое наше наследие И В очередной раз Обратиться к трудам Величайших наших людей Среди которых Светлана Васильевна Жарникова Будьте достойны Ее светлой памяти Пускай Ее жизнь Будет примером Для вас Благодарю за участие Да Светлая память Светлана Васильевна Спасибо Алексей Светлая сварга Всем добра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова